Дорогие друзья, дорогие слушающие этого слова! Сегодня хочу говорить об очень интересном месте в Писании. В пятой главе от Иоанна Иисус говорит, что те, которые слушают Его Слово и верят в Пославшего Его, они имеют жизнь вечную. Имеют. Уже здесь, живя на земле, имеют жизнь вечную. Интересно, я прочитаю это слово дословно. Это 24 стих. Истинно, истинно говорю вам, Слушающий Слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, Но перешел от смерти в жизнь. О ком речь? О людях, которые живут на земле, но слышат Иисуса И верят в Пославшего Его, в Бога Отца, что Он их послал, послал Своего Сына на эту планету, чтобы Он здесь умер за весь мир, за грех всего мира. Взял на Себя вот этот грех всего мира для того, чтобы примирить людей с Богом. И кто в это верит, тот уже больше не будет судим. Он переходит от смерти в жизнь. Он имеет жизнь вечную. Это обетование. Это то слово, которое Господь нам дал. Мы можем на него полагаться. Следующее слово, прямо следующим стихом, тоже очень важное. Он говорит, истинно, истинно говорю вам, Наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божьего, и, услышав, оживут. То есть наступает время, потому что вот как только Иисус, так сказать, возьмет весь грех мира на кресте, умрет и скажет, свершилось. И после этого воскресает и поднимается к Богу, садится весной Его, совершается великое чудо. Спасение приходит не только для тех, которые живут на земле, но и для тех, которые вот погибли. Да. Им не было этого шанса поверить в Иисуса. Они не могли к Нему обратиться, чтобы Он простил им грехи. И Он говорит, что и для этих людей будет тоже шанс, что они примут Иисуса Христа. И еще дальше, в 28-29 стихом Он подтверждает это, говорит, не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божьего, изойдут, творившие добро, воскресение жизни, а делающие зло, воскресение осуждением. Да, с ними будет так же, вот, ну, все будет им предоставлено, возможность принять Иисуса еще раз. И, так сказать, быть либо прощенными, либо осужденными. Я читаю два места в Писании, которые подтверждают. Это Кересианам 4 глава с 8 по 10 стих. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен, дал дары человекам. А вошед означает, что, как он и не сходил прежде, преисподними со земли, не сшедшие, он же есть расшедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. То есть он спускался, он спускался к тем духам, которые раньше умерли, которые, так сказать, к ним еще можно обращаться, души живые. Правда, интересно? И для них еще предлагается спасение Петра, первое послание Петра в 3 главе сказанного очень четко. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершвлен по плотину, ожив духом, которым он и находящимся, в темнице, духом сойдя, проповедовал, некогда непокорным, ожидавшим их Божьего долготерпения, в одни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды, так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты, а мыкино, обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа. Мы обычно этот текст читаем тем, которым крестим, и говорим, вот тогда, как во время Ноя, восемь человек спаслись, и теперь вы даете обещание Богу доброй совести, вот те погибли, весь мир, который вокруг был погиб, а эти восемь человек спаслись. Но Иисус спускается и говорит всем тем, которые тогда погибли, которые не вошли в ковчег, души их еще, к ним можно обращаться, им можно еще предлагать спасение, он проповедует им, и те, которые принимают, те получают еще спасение. Я думаю, какое чудо, вот для Бога нет ничего невозможного, он может каждого человека спасти, и он понимает, любит, он понимает, что в то время не было его, этим людям было труднее поверить, чем нам сегодня, с нас больше спрашивается. В наше время мы знаем, что Иисус умеет, у нас много подтверждений того, много-много подтверждений, что Иисус действительно умеет, что Он принял наши грехи на Себя, взял весь грех мира, и потом Он воскресает. Каждый из нас, кто испытал это в своем сердце, это самое большое, так сказать, доказательство, потому что я поверил, что Иисус мне все простил, я получил величайшую радость, я получил Его Духа, чтобы жить с Ним, это так здорово. Каждый из нас свидетель тому, что Иисус умер. В то время этого не было, поэтому Он предлагает им вот это вот чудное спасение. Я хочу еще прочитать тот стих, который все же в этой голове для меня был самый важный. Это 24 стих. Истинно, истинно говорил вам, слушайся слово мое и веруйся, пославший меня, имеет жизнь вечную. И до суд не приходит, но перешел от смерти жизнь. Поверьте, мы сегодня можем иметь жизнь вечную. Условия, которые говорили, нужно общаться с Ним, слышать Его, читать Его Слово, молитвы, чтобы мы могли слышать голос Иисус. И чтобы мы верили в пославшую, в Отца, который послал Его. Это был план Божий, потому что Он любит всех людей, чтобы спасти тебя и меня, чтобы мы не попали в суд, но имели жизнь вечную уже здесь, пока мы живем. Слава Богу за этот чудный план. Аминь. Аминь. Спасибо. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok